Дроздово Трудники центра делают развлекательные программы для тех, кто хочет провести каникулы с пользой. В этом участвуют все, кто захочет, никаких возрастных ограничений, от самых маленьких малышей до самых взрослых-взрослых, тех, кто готов участвовать, готов быть на позитиве и активно проводить время. Хореограф-постановщик Лидия Волкова составила танцевальную программу так, чтобы движения были простыми, а музыка веселой. Лето – это когда дети предоставлены в принципе сами себе, по большей части, потому что уже нет ни школы, никаких кружков, никаких дополнительных занятий, и они просто играют, бегают, энергии много, надевать ее куда-то надо, и нужно направлять в правильное русло, потому что это в любом случае тоже воспитание, это в любом случае культурно-досуговая, социально-культурная деятельность с детьми, поэтому это все нужно внедрять, и обязательно, чтобы дети постоянно чем-то занимались. Этот марафон был похож на флешмоб, в котором дети старались синхронно повторять забавные движения. Мне очень все понравилось, и там было так весело, эти, ну, не каждый день, конечно, и, ну, очень классно. А юный блогер Данила Андреев совместил приятное с полезным. На танцевальный марафон он пришел, чтобы снять видео для своего YouTube-канала, но не смог удержаться и пустился в пляс. Я танцую вообще очень редко, но когда есть случай, почему бы не потанцевать. Я люблю танцы, потому что я могу в них выражать свои эмоции. Марафон еще не раз повторится, поэтому можно еще успеть потанцевать до конца лета. А уже в сентябре Центр досуга Дроздова планируют открыть в поселке Развилка театральную студию, занятия в которой будут насыщены и интересны детям абсолютно разного возраста. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова